Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как план, планы. Наша жизнь, она не у всех происходит по плану. И не все люди планируют свою жизнь. Слово план, планы, это означает идея. Это чертеж, это схема, это точка зрения, это программа, соглашение, замысел, порядок, место. Вот все это разнообразие включает в себя понятие планы. Скажем, строительство дома имеет архитектурный план, родительский план для жизни детей, план учебы, план работы, план отдыха, лечения, план поездки куда-то в путешествия, индивидуальные планы, коллективные планы, и бывают планы совместные, а бывают планы еще и неверные, которые приводят людей в разочарование, в заблуждение, в большие расстройства. И есть материальные планы, а есть духовные планы. И, как я уже сказал, не каждый человек строит для себя планы. Не все люди имеют их, не все люди хотят жить по плану. Это тоже понятно, но есть планы у Создателя, у Бога. И Божий план прежде всего – это план спасения. План спасения для жизни каждого человека, потому что верующий человек, он понимает, что жизнь не оканчивается со смертью тела, а жизнь только начинается, и эта жизнь будет духовной. И важно попасть и спасти свою душу, и попасть в хорошее место. И есть Божий план для этого, для того и Бог Отец послал своего Сына Иисуса Христа на эту землю. И есть планы дьявола, планы врага. И его план простой – обмануть и погубить. А также есть планы самого человека или группы людей, это может быть семья, и не всегда в семье бывает согласие для этого плана, и не всегда люди идут и движутся в этом направлении. Иногда бывает не просто разномнение, а бывает разногласие, которые приводят к расставанию, к противлению, к отчуждению. И поэтому очень важно знать о том, чтобы личный план вашей жизни совпадал с Божьим планом на вашу жизнь. И вы спросите, а как же это узнать? Это очень важный момент. Прежде всего, надо просить у Бога, у Духа Святого, чтобы Он раскрыл свой замысел, свой план для вашей жизни, и просится это молитвенно. И прежде чем что-то делать, надо просить Бога об этом, чтобы Его милость, Его воля была в том, что вы просите. И надо дожидаться этого ответа. Это очень-очень важно. И я бы хотел привести один из примеров из Библии. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 16 стиха по 20. И там стоит притча об одном богаче. И вот я ее хотел бы сейчас прочесть. И сказал, это говорит Христос им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассудил сам собою, что мне делать, куда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю жидницы мои и построю большие, и соберу туда весь урожай мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя и на многие годы покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, в этом, в этой притче, в этом случае описано человеческое рассуждение. И в большинстве случаев люди так и рассуждают. Вот я сделаю так, вот я поступлю так, и они не советуются с Богом. Они даже об этом не могут подумать, что надо согласовать такие важные в жизни события, да, с Божьей волей. И они не ищут Божьего, они ищут своего. И в результате они приходят к проблемам, к разочарованиям. И в данном случае, в этой притче, Бог говорит всю ночь, душу твою заберут у тебя. Кому же это все достанется? Итак, людям важно свои планы строить на Божьих планах для его жизни. И когда они узнают об этих планах, то жизнь, она приобретает смысл и значение. И тогда разочарования, они не бывают такими большими. И притыкаясь, человек снова встает с колен и идет дальше, взяв Божью руку по этой жизни. Желания, планы. И хотел бы привести еще один такой интересный пример об этом. В Библии описывается не раз, как Иисус спасал людей от их немощи. И много раз упоминается слепые. Это были в одиночку или подвое. Но в некотором случае Иисус провозглашал, да по вере вашей будет вам. В некоторых случаях Он прикасался к глазам людей, а в некоторых даже делал брение. И в современном мире один из пасторов спросил как-то раз, рассуждая с одним слепым в его церкви о том, что если бы у этого слепого была одна возможность у Бога получить, что бы он попросил у него. И он ожидал, что как и в библейские времена этот слепой попросит прозрение. Но нет. Человек ответил по-другому. Он сказал, я хочу стать богатым. И тогда я женюсь, у меня будут дети, я куплю много квартир и буду сдавать их. Слепых много, но богатых среди них крайне мало. И этот ответ он поразил пастора этой церкви. К сожалению, такие ответы у людей очень и очень чисты. И люди в основном, они тяготеют в этом материальном мире к тому, чтобы быть здоровыми и быть богатыми. Материально прежде всего богатыми. Чтобы была у них эта возможность. А у Бога совершенно бывают другие планы. И Бог, как любящий отец, он не ошибается, давая человеку ровно столько, сколько ему надо. Не больше, но и не меньше. Чтобы человек не оказался в нужде, но и чтобы человек не присытившись, не став богатым материально, не забыл о Боге. И это очень важно. Планы. Планы в вашей жизни, в вашей семье. Как часто рассуждаете вы на эти темы. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.